Привет, YouTube! С вами Игорец. Хотел поделиться одной историей. Возможно, она кому-то послужит каким-то опытом, чтобы вы основывались на чужом опыте, нежели на своем. Произошла эта история, наверное, лет 8-9 назад. Когда-то я занимался каратэ, я ходил на каратэ год, я постоянно спарринговался, постоянно бил людей, к этому, в принципе, уже привык. Из какого-то такого хлюпика я превратился, ну, может, не в машину убийцу, но, тем не менее, за год я очень многое взял для себя и был уже более уверен в себе. И произошел такой случай. Я прямо возле своего дома пошел, решил сходить за печеньками. Была зима, вокруг было много снега, льда, то есть много чего вокруг. Я проходил мимо молодых ребят, их было, в принципе, около человек 6, вот так. И я их так обошел, они как-то странно так стояли чуть ли не в ряд. Ну, я их обошел, пошел, значит, в магазин, купил себе печенье. Купил там какие-то печеньки, купил какие-то вкусняшки, что-то, я уже не помню такое, что-то сладкое. Ну, я не употребляю пиво, там, или что-то такое. Быдло-контент я, короче, не употребляю, поэтому я ел всякие вкусняшки такие вот. И когда я возвращался, так случилось, что они стояли вот прямо вдоль, и я проходил, естественно, одного я плечом задел. Задел плечом его и, как бы, пошел дальше. Но меня крикнули, типа, эй, ты, иди сюда, там, ты че, охерел, там, и так далее. Я, ну, если бы это было бы год назад, когда я еще был хлюпиком, возможно, я бы и прошел бы мимо, и не стал бы связываться с хулиганами. Но сейчас я все-таки развернулся и что-то им ответил вслед, типа, ребят, вы че, встали в ряд, как эти, как солдафоны, то есть могли бы как-то отойти сами. Ну, то есть я не помню, как завязывался наш разговор, но в результате самый борзый, там, у них то ли командир, то ли кто, ну, в принципе, он был по телосложению примерно как я, и я понимал, что я его наваляю. Он стал кричать, давай, типа, один на один, вся херня, пацаны будут вообще отойдут в сторону. Я говорю, да давай без проблем. Я понимал, что пару ударов, и все, как бы, и все решится, весь конфликт. И, возможно, это была бы моя какая-то первая победа. Я убрал пакет с печеньками на лестничную площадку поставил, там такая лестница была, к магазину шла. И только я ставлю пакетик, он начинает пытаться снимать куртку, и я, как бы, ну, куртку не стал снимать, потому что это зима. И только я приготовился, тут же в бок, в шею, ко мне прилетел удар. Мощный, сильный, практически валящий просто с ног. Но я устоял, кое-как я херел, честно говоря, боковым зрением я смог заметить, что подошел чувак, которого, походу, они ждали. Такой здоровый жлоб такой, просто, и он бьет меня тут же в шею. Представьте себе реакцию. То есть, насколько это ублюдок, насколько конченый человек, который из-под тишка, сбоку, блядь, вот таким ударом бьет. То есть, это, мне кажется, вообще не человек. Таких надо, блядь, сжигать в карцере, убивать, я не знаю, насиловать. То есть, там какие-нибудь резиновые дилда, блядь. Настолько у меня появилась агрессия к нему. Но я как бы смотрю, уже тот, с которым я пытался драться, он уже просто на меня прыгает, добивающий вот такой удар. И пытается нанести мне удар. Естественно, я уворачиваюсь от того. То есть, на меня уже напало несколько человек. Друзья, если на вас нападает несколько человек зимой, и вы приятно видите, что еще пару человек стоит в стороне, лучшее, что вы можете сделать, это бежать со всех ног, сломя голову просто. Что я, собственно, и сделал. То есть, я развернулся резко же и побежал. Все. Потому что я сберег свое здоровье, я сберег свою честь и все остальное. Ничего здесь ужасного нет, не пугайтесь. Если вам там 15-16 лет, не ждите, пока вас будут бить, калечить. Возможно, вам испортят зрение, слух или что-то еще. То есть, впоследствии, ваша жизнь уже не будет настолько полна. Может, вас вообще затопчут и убьют нахер. То есть, это неадекватные долбоебы, которые не признают ни чести, ничего абсолютно. Просто свора собак, которая будет кусать каждый из-под тишка сзади, понимаете, чтобы никто не увидел. Но гавкать будут все. Мне, я считаю, в этой ситуации повезло. Я из нее сделал очень хороший урок, что надо внимательно смотреть по сторонам, когда ты один на один. Это очень важный урок. И, в принципе, если ты один на один, то должен быть один человек, вокруг вообще никого не должно быть. Иначе просто вас покалечат в лучшем случае. Такая вот история. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. Если вам не трудно, поставьте лайк. Кажется, что это херня, но на самом деле это очень важно, ребят. Просто ставьте лайк или хотя бы дизлайк, все что угодно. Но хоть как-то отреагируйте, потому что я это делаю только для вас. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok